Я, кстати, сейчас посмотрел у себя фотогалерею. Ровно год назад я ездил в садик, который дали моему сыну, но от этого садика мы вынуждены были отказаться, потому что этот садик оказался в 40 минутах езды на машине. В общем, наверное, ни один я с такой ситуацией сталкивается, и как можно выйти из нее, обменяться детскими садами. Олеся Волченкова у нас в студии, она поделится историями, лайфхаками, советами, как можно обменяться детскими садами. Олеся не пришла ни одна, главный ее, видимо, помощник и советник Арсений. Доброе утро. Привет, Арсений, скажи всем привет. Привет. Ходишь в садик? Да. Нравится тебе в садике? Хорошо там, весело? Ну все. Вот все, ну все. Это главные вопросы. Лишь бы нравилось, но все-таки родителям не все нравится, особенно расстояние. Вам где дали садик? Нам дали садик в нашем же районе. Обязательно садик дают в этом районе, в котором вы проживаете. Район большой. Район, но район большой, да, и поэтому отдаленность от нашего дома достаточно большая. Советский у вас район? Октябрьский. Октябрьский, да? То есть, грубо говоря, вы живете, ну, в какой части Октябрьского? Ты прям хочешь узнать все. Мы в районе мясокомбината. А садик? А садик, северо-западный район, это рядом с Светлужанкой. Угу. То есть, вам, ну, далековато ездить? Далековато. Хотя рядом есть садики? Рядом построился недавно детский сад, прям за нашим домом. Еще не запустили, да, его? Запустили, в марте месяце его запустили, да, и вот мы, собственно, туда... Ну, давайте, обмен садиками, с чего все начинается, как вы это делали? В первую очередь вы должны определиться, в какой детский сад вы хотите водить ребенка. Вы должны знать прям конкретно адрес, номер детского сада. Да, номер детского сада. Затем вы вступаете в группы и в различные мессенджеры. Например, я вступила в группу во Вконтакте, и в Вайбере тоже есть группа по обмену детскими садами. Там вы размещаете объявление, в котором указываете детский сад, в который вы ходите, и детский сад, на который вы хотите произвести обмен. Также указываете возрастную группу, в которой ваш ребенок. То есть, если ребенок будет другой возрастной группы, а сады совпадают, вы все равно не сможете поменяться. То есть, идет прям ребенок на ребенка обмен. Пол же тут не важен? Пол не важен. Мальчик, девочка? Нет, нет. Главное, год рождения, как бы дата рождения. После этого вы ждете, пока какой-либо заинтересованный родитель вам напишет. В это же время вы просматриваете, параллельно вы ведете... Уже школы и университеты. И тут тоже обмен. Просматриваете, вдруг есть такой же ребеночек, который ищет обмен. Выложил раньше вас объявление, да, вы про это? Да, да, да. И вы пролистываете, просматриваете. Когда вы нашлись, что дальше? Слушай, я не представляю, мне кажется, там в чатиках, наверное, творится сотни... Нет, да? Да, да, да. Десятки тысяч сообщений. То есть, там за день... Да, да, да. Есть место в садике в ветлуге. Все налетают. Так оно и есть. Хотя, знаете, в нашем случае вообще случилось очень интересно. У нас прям по старинке. На доске объявлений, на садике мы увидели объявление и вот позвонили по номеру телефону. Как вы, царап, не сказали. А потом нужно что-то с документами делать или как? После того, как вы нашли ребеночка, да, с которым вы производите обмен, вы договариваетесь с мамой, что все точно, вы встречаетесь, что это реальный человек, который ищет обмен. И вы ставите в известность заведующих детских садов. Своего детского сада и там. И там уже заведующие готовят документы сами. То есть, вам ничего не нужно нести, никаких документов. Да, да, готовят документы. По-разному. Может, и полгода готовят документы? По-разному. То есть, обмен, как правило, у моих знакомых у кого-то за полторы недели произошел. У кого-то за два месяца. То есть, тут зависит от того, от занятости родителей, да, могут ли они в будний день с 8 до 5 подъехать в детский сад и забрать эти документы. У вас уже произошел? У нас произошел обмен, но он пока еще в процессе. То есть, мы обменялись документами, не обменялись, неправильно, мама, ребеночка второго. Так, вы с кем меняетесь? С кем меняемся? Она забрала документы из своего детского сада. Ну, копии пока, копии документов, потому что ребенок на время обмена, он ходит в детский сад, в который он и ходил. То есть, в целом, ребенок не остается без детского сада ни на один день? Нет, ни на один день. Здорово. Мама забрала документы там, копии документов, приехали с нами в наш детский сад и там дали... Посмотрели, что он существует. Да, что он существует. И там заведующая дали все документы, и она дальше готовит. Мы только заполнили заявление. То есть, от вас, в целом, главное найти человека, который подходит по тем параметрам. Как раз до этого и существуют эти многочисленные чатики, потому что садиков много. Возрастные группы, там, получается, не обязательно же одного и того же года. То есть, там, группа, она обычно там от трех до пяти, там, да? Да, да, да. И вот в этот промежуток надо попасть. Да, да, все верно. Вот, дают садик или не дают, вот в самой очереди люди стоят, это же тоже долго бывает, да? Долго бывает. Вот, сколько стоит вообще по сравнению с частными детскими садами ребенка отдать вот? Государственные, да. А я думал, ты хочешь спросить, сколько стоит обмен? Обмен бесплатный. Обмен бесплатный. Да, 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 конечно. Ну, частный детский сад, это в районе 15 тысяч рублей в месяц, а государственный, это в среднем полторы тысячи рублей. Полторы? Это на полторы тысячи? Ну. Это обязательная, да? Да, это обязательная, это прямо официально, обязательная. Ну, Слава, не ходят дети в сад, он не знает. Ну, я про в частный, я, видишь, рассказал историю, отказались от, да, конечно, мы чуть больше, чем полторы тысячи. Итак, ну, давайте еще пару советов в конце дадим тем, кто хочет все-таки обменяться, сейчас вы уже понимаете, что у вас жизнь изменится в лучшую сторону, что вышли из дома, вернулись домой вечером. Особенно в минус 40, если не заводится машина, это прям, это прям удобно, удобно. Ну, сын, типа, сегодня без садика. И мы знаем еще, есть лайфхак, если один ребенок ходит в сад, то второй тоже может пойти в этот сад, да, по-моему? Ну, кстати, да, да, если братья и сестры, да, то да, один без сад. Итак, Олесь, вот у нас режиссер задает вопрос. Да, он тоже беспокоит эта тема. Владимир, дадайте еще раз этот вопрос. Спасибо большое, Владимир. У него уже дети выросли из детского сада. Главное, не переживайте, не бойтесь, это вполне реально. Находите любые вот в социальных сетях чаты, где обитают красноярские мамы и папы. И там можно вполне реально обменяться. Но и не забывайте про аналоговые объявления, как в случае с Олесей. Да, они реально сработали. И сами тоже можете развешать на своем детском саду, почему бы и нет. Красным маркером, ярко. Перееду туда-то. Олеса Волченкова и Арсений Волченков у нас были сегодня в гостях. Они уже обменялись. Желаем им приятного времяпрепровождения в новом садике возле дома. Спасибо. Спасибо большое.